Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Как узнать скорость вашего интернета? При подозрении, что скорость интернета ниже, чем та, которая заявлена в тарифе провайдера, или в других случаях, любой пользователь может самостоятельно проверить это. Существует целый ряд сервисов, предназначенных для проверки скорости доступа в интернет. И в этом видео речь пойдет о некоторых из них. Кроме этого, скорость интернета можно приблизительно определить и без этих сервисов, а, например, с помощью простого торрента. Стоит отметить, что, как правило, скорость интернета бывает несколько ниже той, что заявлено провайдером, и тому есть целый ряд причин. Мы этот вопрос просмотрим в конце нашего видео. Так что не отключайтесь. Итак, приступим. Проверка входящей и исходящей скорости на сайте Speedtest.net. Пожалуй, один из самых популярных способов для проверки скорости соединения – это сервис Speedtest.net. При заходе на этот сайт на странице вы увидите простое окно с кнопкой «Начать проверку» или «Begin Test». По нажатию этой кнопки вы сможете наблюдать процесс анализа скорости отправки и загрузки данных. Стоит отметить, что провайдеры указывают, указывая скорость по тарифу, как правило, имеют в виду скорость именно загрузки данных из интернета, или Download Speed. То есть ту скорость, с которой вы можете скачивать что-либо из интернета. Скорость отправки может отличаться в меньшую сторону, и в большинстве случаев это не страшно. И это, в принципе, зависит от канала. Канал может быть синхронным, то есть передача и прием – это одинаковая скорость. И асинхронный, то есть получение файлов мы получаем на всю катушку скорость, а передача немножко меньше. Может быть, даже в половину или даже больше. Так что в зависимости, какой канал у нас применяется. В большинстве применяется асинхронный канал с меньшей скоростью передачи. Кроме этого, прежде чем приступить непосредственно к проверке скорости на Speedtest.net, вы можете выбрать на карте сервер, который будет использоваться, как правило, если вы выбираете сервер, который находится ближе к вам, или обслуживается тем же провайдером, что и вы. И в результате получается более высокая и близкая к заявленной скорости. Это все правильно. Например, у меня провайдер находится в столетии, так сказать. И после проверки я получаю более-менее правильные свои 100 мегабит. 100 мегабит у меня получается примерно 94 мегабита. Это по Speedtest.net. Очень довольно-таки нормально. Так что выбираем те города, где находится центральный сервер вашего провайдера. Стоит отметить, что если при проверке вы подключены по сети к сети по Wi-Fi с использованием роутера, то, скорее всего, скорость окажется ниже той, которая получилась бы при прямом кабельном подключении к сетевой карте компьютера. Так что обращаю ваше внимание. Приступаем к рассмотрению следующего сервиса. Он называется 2ip.ru. На сайте 2ip.ru вы сможете найти множество различных сервисов, так или иначе связанных с интернетом. В том числе и возможность узнать его скорость. Для этого на главной странице сайта на вкладке «Тесты» выберите скорость интернет-соединения. Укажите единицы измерения. По умолчанию стоят килобит в секунду. Но в большинстве случаев удобнее использовать значение мегабит в секунду, так как именно в мегабитах в секунду указывают скорость интернет-провайдера. Нажимаем «Тестировать» и ждем результатов. Итак, приступим к следующему способу проверки скорости нашего интернета. Это проверка скорости с помощью торрента. Еще один способ более или менее достоверно узнать, какова максимальная возможность скорость скачивания файлов из интернета. Это воспользоваться торрентом. Об этом способе, я думаю, многие знают, а если кто не знает, то смотрите это отдельное видео на нашем канале. Итак, для того, чтобы узнать скорость скачивания, найдите на торрент-трекере какой-либо файл, имеющие значительное число раздающих – тысячу и больше. Лучше всего, конечно, больше. И не слишком большое количество личеров – это скачивающих. Поставьте его на загрузку. При этом не забудьте отключить загрузку всех остальных файлов в вашем торрент-клиенте. Ожидайте, пока скорость не поднимется до своего максимального порога. Что произойдет не сразу, а минут через 2-5 минут где-то вот в этом районе. Это и есть ваша приближительная скорость, с которой вы можете скачивать что-либо из интернета. Обычно она оказывается близкой к скорости, заявленной провайдером. Еще важно отметить, в торрент-клиентах скорость отображается в килобайтах или в мегабайтах в секунду, а не в мегабитах и килобитах. То есть торрент-клиент показывает 1 мегабайт в секунду, то скорость загрузки в мегабайтах составляет 8 мегабайт в секунду. То есть 1 мегабайт мы умножаем на 8 и получаем свою скорость. То есть скорость закачки в мегабайтах умножаем на 8, получаем уже четкую скорость нашего интернета в мегабитах. Существует также множество других сервисов для проверки скорости интернет-соединения, но я думаю, любому пользователю вполне будет достаточно вот этих вот двух способов, перечисленных в данном видео. И вот мы пришли, так сказать, к рассмотрению очень важного и нужного нам вопроса. Вопрос называется, почему скорость интернета ниже заявленной нашим провайдерам? Скорее всего, вы обращаете внимание на то, что в любых тарифах практически любого провайдера заявлено, что скорость интернета составит до X мегабит в секунду. Если не замечали, то, вероятно, вы думаете, что платите за 100 мегабитный интернет в то время, как реальная скорость интернета может оказаться низкая, однако входящая в рамки до 100 мегабит в секунду. Так что вот рассмотрим этот вопрос. Итак, приступаем к рассмотрению, почему у меня низкая скорость интернета. А теперь рассмотрим причины, по которым скорость доступа отличается и, более того, отличается в неприятную для пользователя сторону и факторы, которые на нее влияют. Итак, первое. Проблемы с оборудованием конечного пользователя. Если вы имеете устаревший роутер и или неправильный настроенный роутер, а старую сетевую карту или несоответствующие ей драйвера, возможен результат в виде низкой скорости доступа в сеть. Второе. Проблемы с программным обеспечением. Низкая скорость интернета очень часто связана с наличием различного рода вредоносного программного обеспечения на компьютере. В действительности это одна из основных причин. Более того, к вредоносному в данном случае можно отнести всевозможные панели ASK.com, Яндекс.Бар, Поиск и Защитник, Мейлы.Ро. Вот эта вся ерунда. Порой, когда заходишь к пользователю, который жалуется на то, что интернет тормозит, достаточно просто удалить все эти ненужные, но установленные программы с компьютера. Третье. Физическое расстояние до провайдера. Чем дальше расположен сервер провайдера, тем слабее может быть уровень сигнала в сети, чем чаще по сети должны проходить различного рода пакеты с корректирующей информацией, что в результате ведет к снижению скорости. Четвертое. Перегруженность сети. Чем больше человек одновременно используется отдельной линией провайдера, тем более значительное влияние это оказывает на скорость соединения. Таким образом, вечером, когда все ваши соседи используют торрент, чтобы скачать фильм, скорость будет снижаться. Такая низкая скорость интернета типична по вечерам для провайдеров, представляющих доступ в интернет по сетям 3G, в которых влияние перегруженности сказывается на скорости в еще большей степени. Эффект дышащей соты. Чем больше человек подключены по 3G, тем меньше радиус действия сети от базовой станции. Это и есть такое дело. И вечером в большинстве случаев скорость понижается. И вечерком, в принципе, очень хорошо все-таки проверить нашего провайдера на скорость, которую он нам предоставляет. Именно вечером надо проверять, а не днем где-то или ночью, вечерком, часиков в 9-10 и проверить нашего провайдера, какую же нам скорость он поставляет. А если она будет маленькой, вот идти с скриншотами проверок, так сказать, и показывать. Нате, ребята, разбирайте, что у вас за скорость. Так что я многих своих провайдеров так строил. И они все-таки заменяли аппаратуру, улучшали качество линии. Я подключался, так сказать, по выделенке, по проволочным, так сказать, соединению, не по 3G. И налаживал довольно-таки нормально скорость интернет-соединения. Следующее. Ограничение трафика. Ваш провайдер может сознательно ограничивать определенные виды трафика. Например, использование файлообменных сетей. Связано это с повышенной нагрузкой на сети провайдера. В следствии чего у людей, которым интернет требуется не для загрузки торрентов, испытывают затруднения с доступом в интернет. В принципе, сейчас такого провайдеры не делают, но на некоторых сетях, может быть, оно еще и осталось. Следующее. Проблемы на стороне сервера. Скорость, с которой вы скачиваете файлы в интернете, смотрите фильмы онлайн или просто просматриваете сайты, зависит не только от скорости вашего интернета, но и от скорости доступа к нему самого сервера, с которого вы загружаете информацию, а также его загруженности. Да, если он грузится очень сильно или слабенький сервер стоит у провайдера, это значит, что проблемы самого провайдера надо сервера менять на более мощный. Таким образом, файл с драйверами размером 100 мегабайт иногда приходится загружать в течение пару часов. Хотя, по идее, при скорости в 100 мегабит в секунду, это должно занять секунд 8, не более. Причина в том, что сервер не может отдать файл с этой скоростью. Тоже есть такое, что сервер не может отдать файл с такой скоростью. Он отдает на более мелкой скорости, маленькой. Также влияние и географическое расположение сервера влияет на где он находится. Если загружаемый файл находится на сервере в России, причем подключен к тем же каналам связи, что и вы сами, скорость при прочих равных будет всегда выше. Если же сервер находится в США, прохождение пакетов может замедлиться, в результате чего более низкая скорость интернета. Таким образом, на скорость доступа в интернет могут влиять многочисленные факторы и не всегда легко их определить, какого именно из них является главным. Тем не менее, в большинстве случаев, несмотря на то, что скорость доступа в интернет ниже заявленной, это отличие не является существенным и не мешает работе. В тех же случаях, когда отличие в несколько раз следует поискать в большие количества раз, то следует поискать проблемы в программном и аппаратном обеспечении собственного компьютера, а также обратиться за разъяснениями к провайдеру, если на своей стороне проблемы обнаружены не были. Итак, мы более-менее разобрались с факторами, которые влияют на скорость нашего интернет-соединения, как узнать скорость нашего интернет-соединения и как вообще воевать с нашими провайдерами по скорости нашего интернет-соединения. А пока что пожелаем нам удачи, всем успехов и большое спасибо! Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отверткой.